друзья всем привет с новым годом вас с новым сезоном вас и с новым испытанием вас 3 сегодня будем проходить это новое испытание новый год тоже будем проходить вместе но меньшими медленными более темпами чем сегодня будет хотеть это испытать и более половину этого испытания Я уже прошел не видео, осталось сделать 5 побед, и это испав, который нужно играть из тех карт, составлять колоду, которые у нас уже есть. То есть здесь нет возможности составить колоду из всего возможных карт. Я не стал ничего выдумывать, прошлое испытание, которое, кстати, называлось подобное, абсолютно такое же, салют огненной лучницы, теперь он называется новогодний фейерверк, ну что ж, от смены названия смысл не меняется, поэтому я взял ту старую колоду, которую проходил прошлое, это испытание, и вообще ничего не менял. Ну а так, если у вас есть золотой рыцарь вдруг, то вместо рыцаря уверенно ставите, золотой рыцарь это лучший чемпион для этого испытания, он со своего рывка убивает огненных лучниц, огненных лучниц будет много. Именно по этой причине взял и в свою колоду стрелы, также будет много локбейтовых колод, потому что с огненной лучницей чаще всего играются локбейтовые колоды, плюс бревно, плюс принцесса, принцесса также плюс бревно, залп принцессы плюс бревно убивает огненных лучниц, залп принцессы плюс огненный дух убивает огненных лучниц, две атакующих карты, защитное здание, так, две атакующих карты, две бочки, защитное здание, адская башня в данном случае, нет адской башни, ставите башню-бомбежку, например, В общем, другое здание, с которым вам интереснее и удобно играть, но я думаю, что адская башня лучше всего подходит. Нет рыцаря, ставите валькирию, ну хотя как может быть не быть рыцаря, нет желания играть рыцарем, ладно, ставите валькирию. Есть у меня на этом аккаунте только король скелетов, по-моему, из чемпионов, мы его недавно открывали, 5 подряд сундуков или 6 подряд сундуков выпал король скелетов. Ну короче, он у меня здесь есть, я что-то его не вижу, вообще упор, вот королеву нашел, а вот он король, вот, можно короля скелетов вместо рыцаря попробовать, давайте первой же игрой так сделаем, а потом будем проходить вариантом без чемпионов. Также, друзья, нет принцесс, берите вместо нее огненную лучницу, ту же самую, например, нет огненной лучницы, ну возьмите магического лучника, не знаю. В общем, пробуйте, но основа колоды, на мой взгляд, вот какая-то такая должна быть, во всяком случае, пока эта дека меня не подвела ни разу. Вот она первая появилась. Закину в левую сторону бочку, а здесь принцессы задефлюсь. Ну, задефался так себе, но хотя бы ГЗ-шку активировал, уже хорошо. Здесь бревнишкам и принцессу, и мушкета дефаем. Ну, и можно уже адскую башню поставить против вальки. Перед огненной лучницей выставляю бочку со скелетами, всегда старайтесь что-то перед огненными лучницами выставлять, чтобы сопернику было как можно сложнее дефаться. И принцессу пытайтесь расставлять по шире, на противоположную сторону, тем сторонам, по которым появляются огненные лучницы. Так, чтобы одним заклинанием соперник не мог вас убить. Ай-яй-яй, не успел спасти принцессу свою. Королем скелетов будем спасать огненных лучниц. Адскую башню добавим, раз уж он мега-рыцаря выставил. Принцессу сюда бревно добить огненных лучниц. Мы в безопасности, стрелу он отдал. Огненный дух плюс бочка со скелетами. Ой, бочка со скелетами, говорю. Принцессы продолжают дефаться. Если есть возможность выставить войска, то есть стрелы нет смысла отдавать. Тем более... Тем более не было какой-то экстренной угрозы моим вышкам. Лучше избавляться от огненных лучниц без заклинаний. Ну то есть без тяжелых, без дорогих заклинаний, таких как стрелы, например. Лучше выставить, на мой взгляд, бревно плюс принцессу. Так, вот здесь уже хорошо, стрелы бы зашли, но нет. И я подставился под фейербол. Это, кстати, моя ошибочка такая. Закинем сюда еще одну бочку. Ну ладно, мы тоже будем стрелы закидывать сюда. Ой, только мимо одной огненной лучницы я промазал. Что-то вот включаю видео и сразу начинаю чудить. Давай сюда, прыгай на огненного духа. Да, пойдет. Здесь у нас принцесса и бревно. Принцесса, стрельни. Да, хорошо. Все, пошли добивать. На добивку. Бочку со скелетами. Сюда стрелы, я так думаю. Просто добиваем уже. Не хочет задаваться. Ладно. Сейчас мы крутанемся тогда до следующих стрел и добьем его. Победка. Ну хорошо, он противостоял. Валька, мега-рыцарь. Ну, мега-рыцарь слишком дорого для этого испытания. Давайте я теперь возьму рыцаря и будет пободрее колода у меня. Или нет. Давайте еще одну игру с королем-скелетом. Скелетов. Насчет, кстати, монаха. Не знаю, как он зайдет. Если его брать как мини-танка в эту колоду или нет. Мне кажется, не очень. Хотя отражать те же самые ракеты огненных лучниц. В теории. В общем, попробуйте, друзья. Счастливые обладатели монаха. Может, тоже будет неплохо. Так, ну давайте. Активация ГЗшки для начала. Ну, не очень удачно в итоге получилось так-то. Так, здесь давайте я просто бревно отдам. Хотя, не, нормально получилось. Я урона не получил. Можно даже стрелы закинуть. Ой-ой-ой. Адская башня. Ай-яй-яй. Ну, мне сейчас поможет то, что я активировал ГЗшку. Фуф. Ладно. Бочка со скелетами в атаку. Огненный лучник в защиту от... Ой. Огненный дух в защиту от огненной лучницы. Здесь король скелетов. Стрелы. Чтобы он не контрил меня. И поехала обилочка. Сейчас будет мега-рыцарь, очевидно. Надеюсь, под обилочкой мы сейчас разменяемся. Адская башня сюда. Ай-яй-яй. Как все плохо сейчас в итоге. Ну, ничего. Сейчас мы его качнем. Сейчас все будет хорошо. Стрелы бы только подкопить. Хотя, может быть, и не надо пока стрелы. Да, вот она пошла. Уже жара по правой стороне. Он здесь немножечко профукался, по моим ощущениям. Ой, он еще и по левой стороне немножечко профукался, по моим ощущениям. Да, он везде профукался. Короче, все. Я его пошел разваливать. Он так много... Так много ошибок допускает. Вот еще одна, кстати. А вот сюда, если принцессу. А крутануться, если до стрел. А если бы стрелы кидать бы нормально. Вот было бы неплохо, да? Ладно. Адскую башню можем себе позволить. Можно позволить здесь бревно себе даже еще скинуть одно. Ну, здесь додефаются огненные лучницы. Да. Буду здесь додефаться одним духом. Обилочка. Ой-ой-ой, стрелы залетят сейчас хорошие. И добили вышку. Все, замечательно. Здесь адская башня. Огненный дух тормозит продвижение. Эй, Валькирия, а ты куда пошла вообще, родная? Погулять тебе по арене захотелось? Ты давай это завязывай. Покойненько к адской башне на утилизацию. След за хогом надо было идти. Нет, она пошла творить великие дела. Кто разрешал? Нельзя так. Победа, тем не менее. Ой-ой-ой. Так, отмена. Ну ладно, две игры доиграем, значит, с рыцарем. Хотел же заменить. Ну ладно, вы видели, это против меня просто пошло. Все, я уже запустил, а оно не тормознуло. Ну вот, все вы видели, как бы, друзья. Так, принцессу сюда. Будем активировать ГЗ-шку королем скелетов. Активация. Активация прошла успешно. Единственное, мне теперь как дефт-то от этого товарища? Ладно, я стрелы вот так закину. И... А он обилку не хочет прожать? Ой-ой-ой, а я вот прожму. Прожму, потому что огненная лучница... Слушайте, кстати, обилка короля скелетов так очень много времени дает огненная лучница, чтобы она настреливала. Ой, принцесса моя выжила. Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте как-то хочется без получения урона огненным духом. Еще и в левую сторону хочется проатаковать. Еще и в правую сторону хочется проатаковать. И хочется еще эликсир накопить, чтобы король скелетов душами напитался. Поэтому вот так вот его выставляю. И он напитывается душами. Все, план вроде сработал. Сработал как надо. Единственное... Да, давайте стрелу вот сюда закину. Сюда огненного духа. И прожимаем обилку. Расставляем принцессу пошире. О, все, заработала. Заработала голова, друзья. Пошла жара. Наконец-то я могу вам показать, почему, собственно, я собрал именно эту колоду. Вот именно поэтому. Для того, чтобы кидать кривые стрелы, активировать ГЗ-шку соперника, помогать ему, в общем, всячески выигрывать. Но нет, он уже все понял. Он уже просто все понял. Он сдался. Он понял, что играет против какой-то лютой имбы. Он играет против какой-то машины. Я машина. Да нет, на самом деле просто колода классная. Реально. Вот что против этого ты сделаешь? Что можно собрать против этой колоды? Ну, типа, только такую же колоду. Просто быстрее. Без адской башни, например. С каким-нибудь стенобором. Нет, не знаю. Ну, в общем, можно, конечно, собрать контру. Но в целом, для этого испытания, мне видится эта колода. Самый, что ни на есть, замечательный. Прекрасная сборка. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. В общем, друзья, предлагайте свои варианты колод, естественно, в комментариях. Ну, а я меняю рыцаря на короля скелетов. Так и выглядит эта колода с минимальным количеством мажорных карт. И надеюсь, что у всех вас есть карты для этой колоды. Ну, если нет, то я в начале видео говорил, какие карты можно заменить на какие карты. Сейчас пойдут с правой, с левой стороны лучницы. Мы попробуем сразу же в этот же заход активировать ГЗ-шку. Но для того, чтобы у нас не скапливался эликсир, я сначала выставлю принцессу. И затем уже ГЗ-шку активируем рыцарь. То есть сразу же первый заход, не откладывая в долгий ящик это дело. Вот ему повезло. У него цикл, во-первых, подходящий сейчас был. И, во-вторых, у него есть золотой рыцарь. У меня на этом аккаунте нет. Так, крутимся до рыцаря, до обычного. Дефаемся рыцарем обычным. Здесь, я думаю, бревно отдам, чтобы она нас не напрягала. И закинем сюда. Мушкетер, интересную колоду, конечно, собрал. Да, здесь я урон, скорее всего, получу. Нет, не получу. Погнали в атаку. И стрелы здесь закинем. И сюда рыцаря против золотого. Оп. Э, да как он отскочил оттуда? Что за баги? Это бред какой-то. Как он мог отскочить через всю поляну к этому? Вообще не понял прикола. Вы поняли прикол? Ладно, он начал смеяться. Он смеялся, видели? Все, сейчас мы ему смех этот подрежем. Сейчас мы его успокоим. Ты что, думал, ты так можешь просто смеяться? Давайте в этот угол золотого. Все? Посмеялся? Вот так вот. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Будут от тебя там армия скелетов? Будешь дефаться армией скелетов? Нет? Будешь фаерболом дефаться? Жаль. Э, расставляем принцессу пошире. Сюда бревно. Ой-ой-ой, огненные лучницы, наваливайте. Умнички мои. Что, не смешно тебе больше? Не смеется больше? Кто смеется хорошо? Тот, кто смеется последним? Вот так вот. Смеемся. Смеемся. Все, оставшуюся игру мы будем смеяться. Потому что нельзя так. Пойдет. Что делаем? Дефаемся, наверное, да? Адская башня нам в этом помо... Ну... Ну как так? Почему я так помогаю ему в этой игре? Здесь стрелы? Добил. Добил все-таки. Жаль. Стрел больше нет сейчас в руке. Поэтому закидывать пока не стоит, наверное. Я вот так сделаю, вот так сделаю. И погнал я в атаку, короче. Блин, лопнула моя бочка со скелетами. Здесь стрелы сразу же в трех лучниц. Там урон потихонечку заходит. Он тоже стрелы закидывает, естественно. Из золотой рыцаря середины будет? Нет, не будет. Ладно, тогда мой рыцарь просто так сюда. Крутимся до... Стрел. Так, давайте я вот так вот рыцаря в серединку выставлю. Хорошо, урон пошел. Блин. Стрельни, принцесса. Хорошо, наконец-то. Ну все, здесь дэп, по идее, удался. Ай, не добил. Ой, не добил. Много ошибок допускаю так, друзья. Ну, сложная игра вот эта вот. Он нормально играет, чувак. Более-менее. Не-не-не-не. Так это не сработает, братишка. Вот он, золотой рыцарь. Вот он, чем хорош, друзья. Бамс-бамс-бамс. Я же говорю, топовейшая. Топовейшая машина для убийства огненных лучниц. Ну, это ты зря, конечно, братишка. Мы тебя сейчас будем добивать. Будем добивать вот таким образом, незамысловатым. Просто минусовать вышку будем. Вот сюда стрелы еще закинули. Там один Ларри, кстати. Один Ларри стоял и долбил эту вышку. И, как всегда, Ларри затащил. Кстати, смеемся. Смеемся. Не забываем смеяться. Но это был первый такой серьезный кандидат на победу. Давайте посмотрим его уровень. Великого Чемпиона брал. Ну, так себе, на самом деле. Товарищ Скорги Гомс с арбалетом в колоде. Ну, не знаю. На мой взгляд, не очень подходящие деки. Но берем обязательно, друзья. Два заклинания, желательно легких. Мне кажется, стрелы прям вообще обязательны в этом испытании. Ну, а второе. Бревно, на мой взгляд, также идеальный вариант. Почему я уже рассказал, и вы сами видели. Бревно с принцессы щелкает просто огненных лучностей. И по одной, и по другой стороне. Активируем ГЗ-шку опять же. Ну, сначала бочку со скелетами на левую сторону. Угу. Давайте так. Плохое бревно. Да, это ошибка. Ошибка, друг мой. Давайте рыцари сюда. ГЗ-шку я так и не активировал. Ладно, придется здесь стрелы отдавать. Иначе она меня будет напрягать. Она меня уже начала напрягать, поэтому... Стрелы все-таки отдам. Так, давайте принцессу сюда. Сюда вот так. Для начала. И вот так для... Ой, пара от кривых картишек. Ничего себе! Ничего себе креатив! Подъехал креатив! Братан, это было великолепно! Хлопаю в ладоши. Где хлопающие в ладоши эмодзи есть здесь у меня? Ну, что-нибудь-то хотя бы праздничное. Во! Вот такое. Здесь стрелы просто отдам уже, потому что поджимает. Я тут эмодзи искал, между прочим. Опа! Бревно здесь добьет. После их залпа огненных лучниц еще. Отлично, принцесса жива. Здесь огненный дух, гоблинская бочка. Наваливаем, короче. Уничтожаем просто. Пошла, пошла жара. Что у нее за колода такая агрессивная? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очередная ошибка. Нельзя просто взять и отыграть безошибочно. Два бревна он отдавит. Бревно через зеркало. Зеркало, кстати, можно как-то тоже туда присобачить. Давайте активируем ГЗ-шку. Ну, наконец-то. Наконец-то надо же это сделать. Да. На последних минутах уже, секундах игры. Так. Подожду. Да, подожду. Наверное, сюда принцессу пока выставлю. Сюда стрелы. Да, не зря ждал. Вот и стенобои попали под раздачу. Так. Раскидывается он тут бревнами. А на защиту осталось бревна? Оставить бревна на защиту? Сейчас стрелы еще закинут тебя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В мини-пеках, кстати, тоже такой вариант в это испытание. Не знаю, не вижу логики. Зачем берут именно мини-пеку? Кстати, уже не первый такой мой соперник, который с мини-пекой. Блин, жалко этих хогов. Они бегут, ломают, но бегут не туда и ломают не то. Но соперник мой не расстраивается, за что ему уважение. А испытание оказалось пройдено. Кстати, испытание-то с поражениями оказывается. А в анонсе, по-моему, было без поражений. Ну, вот такое бывает, да. Тестовую версию не всегда делают доработанной. И это, видимо, тот случай, когда я не доработал. В общем, 10-0 этой колодой. Пишите свои варианты колод в комментарии. И спасибо за просмотр, друзья. Удачи в прохождении. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok